Как только на улице на протяжении нескольких дней держится плюсовая температура, это значит в лесу проснулись клещи. И как следствие появилась опасность заражения вирусом энцефалита. Специалисты не устают повторять – прививка может спасти жизнь. Ведь с ней люди легче переносят заболевание этим вирусом. Врачи говорят, что инвалидность и другие страшные последствия людям с вакциной не грозят. Любая вакцина – это антиген. При введении антигена в организм начинается вырабатываться антитела. То есть это то, что будет защищать непосредственно, если, допустим, будет укус клеща. Правда, прививаться можно не круглый год. Допустимо это делать только осенью и весной. В этом сезоне – до 1 мая. Алгоритм такой – две прививки с интервалом в месяц. Потом еще одна и далее один раз в три года. Главное – вакцинацию необходимо закончить за 14 дней до предположительного контакта с клещами, чтобы успел выработаться иммунитет. Потому что если человек не выдержит этот временной промежуток и поедет в лес, присосется клещ, и, не дай бог, это будет энцефалитный клещ, то, естественно, заболевания будут протекать очень бурно, очень тяжело с такими последствиями, что на всю оставшуюся жизнь может человек остаться инвалидом. Стоимость прививки от 600 до 1100 рублей. Все зависит от производителя вакцины. Это может быть Россия или Германия. Как правило, каждый год во время прививочной кампании во Владивостоке используют около 4000 доз вакцины. Больше просто не закупают. Говорят, этого хватает, потому что большинство людей продолжает надеяться на русский авось. Хотя есть и те, кто делает прививки регулярно. За последние несколько лет очень много беговой активности в жизни появилось. Это и обычные походы, и бег на природе до этого года не придавал значения прививкам, поскольку клещи, скажем так, не попадались на теле. В этом году мы сняли первого клеща, слава богу, с одежды. Они уже появились, и на следующий день буквально сразу же поехали на Черемху-11 по КДЦ и сделали прививку. Помимо прививки надо соблюдать еще меры предосторожности. Идя в лес или туда, где могут быть клещи, желательно закрывать доступ к коже одеждой. Также специалисты советуют надевать светлые вещи, потому что так легче заметить опасных насекомых. Осматривать себя нужно каждые 30 минут. Чем быстрее обнаружится клещ, тем меньше шансов заразиться. Если вредитель все же впился в кожу, удалить его можно в медучреждении или самостоятельно. Правда, делать это следует по определенным правилам. Клеща из кожи нужно выкручивать, причем против часовой стрелки. Потом рано обработать спиртосодержащим раствором, а клеща отнести в лабораторию на проверку. Если клещ погибнет, вместе с ним умрет и вирус энцефалита. Хотя при таком развитии событий есть еще один способ – сдать кровь на вирус. Результаты анализа укажут, заражен человек или нет. В случае положительного ответа неблагоприятных последствий можно избежать, если в течение 96 часов вколоть человеку иммуноглобулин. Если после заражения прошло больше времени, пациент должен находиться под наблюдением врача. Никакие уговоры о том, что мы охотники, постоянно лес принимут, посещаем, снимаем все клещи и все будет хорошо. Мы уже якобы провакцинировались естественным, природным путем. Как правило, эти случаи нам обеспечивают вот эту летальность, те случаи летальности, которые у нас регистрируются ежегодно. Каждый год в больницы Приморья обращаются около 5000 человек, которые пострадали от укуса клещей. В 2016-м было зафиксировано 25 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Сезон активности этих насекомых длится чуть больше 200 дней. Максимальное же приходится на первую половину лета. Между тем, думать о своей защите врачи советуют заблаговременно. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.